Пухлые коренастые крепыши, размером чуть больше воробья, при первой же встрече не вызовут вопроса в определении видовой принадлежности. Самцы отличаются красной грудью и брюшком. Самки как будто поизносили свое пальтишко до розовато-серого цвета. Голос – хорошо узнаваемый грустный свист. Есть и брачная песенка, которую иногда могут петь и самки. Традиционно снегире считают зимними гостями в средней полосе России. Конечно, большая часть птиц, которых мы видим зимой, это действительно котельники с севера. Однако, небольшая часть птиц остается на гнездовании и летом. В конце апреля-начале мая снегири приступают к гнездованию, севернее позже. В период размножения снегири держатся в ельниках или смешанных лесах, в составе которых есть ель. Пары формируются еще до прилета в места гнездования. Возможно, поэтому поют снегири чаще в конце зимы-начале весны. А уже непосредственно в период постройки гнезда и выведения потомства ведут себя очень тихо и скрытно. Селятся снегири отдельными парами, но территориальность и защита границ гнездового участка у них не выражена. Строительством гнезда занимается самка. Из тонких травинок, веточек, мха, лишайников строится чаша. Изнутри выстилается растительными волокнами, корешками, иногда шерстью и перьями. Располагается обычно на еле, пихте или можжевельнике. На высоте от 1,5 до 4 метров. По завершении кладки самка приступает к насиживанию. Сидит самка плотно, редко и неохотно оставляя гнездо без присмотра. В этот период самец обеспечивает провизии супругу, иногда подменяет на гнезде. Вылупившихся птенцов выкармливают насекомыми и семенами растений оба родителя. После вылета птенцы еще долго могут держаться вместе. Осенне-зимнее нашествие снегирей сильно зависит от наличия кормовой базы. Кормом для них служат ягоды, рябины, семена яблок. Если рябины уже не осталось или был ее не урожай, переключаются на семена клена и ясеня, а также травянистых растений. В городских парках не прочь заглянуть на кормушку с семенами подсолнечника. Весной и летом в незначительной степени включают в рацион насекомых. В урожайные годы стальки, появившиеся в октябре-ноябре, могут продержаться в одной местности всю зиму. Если же корма будет недостаточно, снегири мигрируют дальше на юг. Средняя продолжительность жизни красногрудых красавцев невелика – всего 2-3 года. Лишь отдельные особи, согласно данным кольцевания, доживают до 17 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok